Попутного ветра Попутный ветер Алласт уходит в море Как вы судно назовете, его лайнер Романтика Весом в 40 тысяч тонн и длиной почти 200 метров Есть даже автопалуба на 200 легковых автомобилей для путешественников на колесах Каждый день паром выходит в открытое море 16 часов от Риги до Стокгольма наше путешествие начинается Сегодня на борту полторы тысячи туристов из самых разных стран Сделать их отдых незабываемым задачей экипажа А это 200 человек технического и обслуживающего персонала И пока довольные туристы снимают морские пейзажи, попивая кофе или что покрепче на верхней палубе Старший механик в машинном отделении легким движением руки запускает сразу два мощных двигателя Чтобы махина размером с пятиэтажный дом двигалась, нужно 36 тысяч лошадиных сил Извечный спор моряков, кто главнее? Конечно, капитан, скажете вы Но ведь именно старший механик запускает лайнер Да и без инженеров никуда Если мы управление мех не дадим, судно не пойдет никуда По-первых, даже по погонам видно, что у капитана четыре полоски и пуговица А у старшего механика еще и винт Если в машинном отделении шутки-прибаутки, на капитанском мостике тишина и спокойствие Капитан, хоть и не очень разговорчивый, когда речь о море, может и с незнакомцами иностранцами вроде нас пошутить Мы плывем, и нам кажется, что мы в Беларуси, потому что как будто бы это река Разве это море? Что это море? Все эти острова Это особенность Балтийского моря? Это особенность вот здесь, в Швеции, в Финляндии В Балтийском море, подходя к Швеции, много таких небольших островов и совсем маленьких Они у местных очень популярны Оттого все выкуплены Это вроде того, как белорусу иметь дачу В мире таких мест очень мало, где море было бы настолько узким Такие острова называются шхерами, и каждый нужно обходить Казалось бы, но даже в огромном море есть одностороннее движение О романтике Хиллар Тауэр знает все Директор Таллинг Латвии, о самой крупной круизной компании на Балтийском море, сам эстонец Порядок любит во всем Вы всегда вовремя платите? Вовремя, как в швейцарском банке Все идет на счет, у нас даже, по-моему, кассы нету Такое, что если даже кто-то окател по наличным, у нас такой возможности То есть вы столько не боитесь? Нет Компания Хилларда заключила коллективный договор с профсоюзом Каждый год его обновляют Так люди чувствуют себя более защищенными, признает Хиллард Коллективный договор гарантирует не только своевременную выплату зарплаты Но и условия медицинского страхования, отступные в случае сокращения Получается, Тайлинг один из социальных партнеров профсоюза моряков Латвии В котором 7 тысяч тех, кто чаще в море, чем на суше Председатель Латвийского профсоюза моряков торгового флота Игорь Павлов и сам 13 лет ходил в море О себе говорит Белорус на 200% Родился в Шклове родители белоруса В 91-м, когда финансовых проблем, кажется, было больше, чем воды в море Вместе с единомышленниками создал профсоюз моряков Чтобы помогать тем, кто ушел в море, а зарплату так и не получил Один из бичей на морском флоте не выплаты зарплаты морякам Понятно, ты наступаешь на мозоль частного капитала Поэтому здесь есть определенная проблема Проблемы решают за столом переговоров И здесь нужно быть заодно, но возможно ли солидарность в условиях процветающего капитализма? Большому сожалению, часть людей способны быть солидарными Только если они имеют одну общую проблему, тогда они защищаются Но как только у меня проблема одна, а у вас ее на сегодняшний момент нет Или на другое, говорить о солидарности очень тяжело Игорю Павлову и его соратникам есть чем гордиться Благодаря их профсоюзу долги и внушительные морякам возвращают регулярно А еще белорусский лидер латышского профсоюза создал сберегательное общество Лет уже 20 назад, да, Сергей? Да Мы нашим морякам предложили вот такую форму финансового сервиса Это судосберегательное общество Юрнику Форумс То есть по-другому касса взаимовые ручки? Если по-старому, да В принципе, здесь все как в банке, но кредит вам выдадут как своему на выгодных условиях Ну и если вдруг возникнет задержка по выплатам, моряку обязательно пойдут навстречу Конечно, при условии, что работник хороший Попадая на круизный лайнер в первый раз, невольно сравниваешь здесь все с Титаником Правда, подобные сравнения экипажу не по душе Что ж, тогда и не будем Если кто-то попадается сюда и перейдет, значит пополам ручки Человек разрежет пополам? Да На лайнере две с половиной тысячи самых разных датчиков ЦПУ – центральный пункт управления Если на судно нападут пираты или атакуют террористы и не дай бог поправляют моряки, то спастись можно лишь в машинном отделении А это топливное помещение, вторая палуба, за корпусом судна, море, работают всего двое И здесь очень шумно и очень жарко На дорогу в один конец из Риги до Стокгольма уходит 45 тонн топлива Да, работать на лайнере нелегко, но и зарплата у экипажа достойная Капитан получает 10 тысяч евро Остальные, конечно, меньше, но уж точно выше средней по стране Жизнь на судне не останавливается ни днем, ни ночью С закатом веселье лишь начинается Команды не спят, бодрствуют и туристы Рестораны, бары, шоппинг, казино, дискотеки и даже развлечения для детей Белорусов на лайнере отдыхает мало Хиллард уверен, нашим людям такой отдых будет по душе Каюта от 100 евро, плюс питание это еще около 100 евро Впрочем, это уж у кого какой аппетит Ну или доход Ночь пролетела незаметно И вот романтика уже швартуется к стокгольским берегам У туристов есть 6,5 часов на прогулку Экипажу же отдыхать некогда Если кому-то из работников лайнера и удается вырваться в горы То обычно дальше этого района никто не заходит Это место у Балтийского залива еще 100 лет назад называли Кошачьим морем Дело в том, что из-за огромного количества рыбы сюда сбегались все кошки Стокгольма А еще из-за этого же самого огромного количества рыбы здесь стоял такой нестерпимый запах, что дышать было просто нечем Но времена изменились и сегодня это один из самых элитных районов шведской столицы Квадратный метр жилья здесь стоит 20 тысяч евро Стокгольм столица не только шведского королевства, но и всей Северной Европы Население, как и в Беларуси, около 10 миллионов человек Здесь каждый четвертый житель иностранец Много и латышей, которые в поисках лучшей жизни причалили к этому берегу В Швеции 4 обязательных телеканала, которые вещают у всех И на двух из них рекламы нет вообще Их финансируют сами люди А еще все фильмы здесь показывают на оригинальном языке А потому уж с чем-чем, а с английским у шведов уж точно нет проблем Сандра Цепуритто работает горничной, английский тоже знать должна За 10 лет, что трудится на лайнере Рига-Стокгольм, по шведской столице так и не удалось прогуляться Ведь пока туристы осматривают достопримечательности, ей нужно убрать 30 кают Это надо делать очень быстро, четко Электровеник, шутит она сама про себя На уборку одной каюты всего 7 минут Работа своей дорожает? Ну конечно В наше время работой очень надо дорожить И мы очень рады, что эта работа есть Потому что если сам живешь в деревне, там вообще никакой работы нет Но конечно море это не только работа на круизных лайнерах Море это еще и грузы Много грузов Такого в Беларуси точно не встретишь Мы находимся в Балтийском контейнерном терминале Это самый большой контейнерный парк в Прибалтике И сюда со всего мира привозят грузы самые разные От подгузников до танков А эти шины совсем скоро отправятся в Беларусь Уже через 2 дня их снова будут разгружать Только теперь у нас в Жодино на Белазе Каждый день в Балтийский контейнерный терминал доставляют 800 контейнеров Докеры называют их коробками Этот кран перегружает 20 контейнеров в час Здесь почти не разговаривают, везде электроника Марк Вильямс и не любит много говорить Зато усердно трудится И чем больше контейнеров разгрузит, тем выше зарплата Он знает только вес груза А что в коробке, да какая разница В Балтийском терминале каждый пятый состоит в Федеративном профсоюзе Но что делать, если руководству работник не нравится и его решили уволить Профсоюзы не дремлют за своих горой Перед тем, как уволить либо сократить работника, который является членом профсоюзной организации Должны работодатели встретиться с представителем профсоюза И только после консультации с ним можно принять решение об сокращении или нет О всеми выплатами Старая Рига На одной площади здесь, кажется, собрались туристы со всех континентов Да, туристов в Риге много А вот работать некому Чтобы остановить трудовую миграцию, нужно, чтобы в стране росла зарплата Другого выхода профсоюз не видит Хватит уже быть донором для более развитых государств Призывает председатель Федерации свободных профсоюзов Латвии Эггелс Балдинс И хотя в стране лишь каждый десятый работник То есть 31,5 тысячи человек в профсоюзе Это больше, чем в других прибалтийских странах Привлечь в профсоюз латышей нелегко Ведь крупных предприятий почти не осталось А в небольших частных фирмах потребности в профсоюзах как таковой и нет Доказать свою пользу обществу можно только реальными делами Свободные профсоюзы Латвии добились того, что в этом году медики дополнительно получили 117 миллионов евро Мы подняли минимальную зарплату На эту зарплату выросла минимально на 58,5 евро Но зачастую сетует Эггелс Как только профсоюзы добиваются повышения зарплаты Люди выходят из самого профсоюза Чтобы не платить взнос, который в Латвии максимум 20 евро А это макета Рижского свободного порта Который дает работу 15 тысячам человек Люди моря, говорят они о себе Управляющий портом Ансис, Зелтиныш и сам моряк Где мы находимся, Ансис? То есть мы находимся там, где горит одна из красных точек около канала То есть в центре парка У Беларуси своих портов нет Поэтому мы во все времена сотрудничали с Латвией Наша страна один из важнейших партнеров За которого, однако, Латвии приходится бороться Лайпеда в этом плане как порт Он наш основной конкурент И мы, конечно, смотрим на то, что делают литовцы И тоже в каком-то плане хотим делать лучше Прежде чем попасть в порт, а затем отправиться в море Грузы из неморских стран, как Беларусь, приходят по железной дороге По этому самому пути Литовец по национальности, латыш по гражданству Янис Гумбинс за каждую шпалую рельсу переживает Чтоб все было в порядке И транзит шел без сбоев Железную дорогу сравнивает с живым организмом Самое первое – это крепление То есть каждый шуруп, каждый болт должен быть закреплен на определенном усилии Но мы уже визуально, скажем, я могу визуально увидеть, где он не закреплен Здесь порядок у нас Под его ответственностью 100 километров пути Рига-Москва Которая проходит через Минск Так же, как радеет за каждый болтик, переживает из-за своих людей Оттого и стал председателем правкома дорожной дистанции Рижского региона Из 750 его работников – 600 в профсоюзе Для Латвии такой показатель – редкость А все потому, уверен Янис, что всегда нужно хотеть больше, чем имеешь У нас все время идет социальный диалог То есть на забастовки вы не ходите? Нет, ну нет необходимости Нет необходимости на забастовки идти, потому что мы всегда договариваемся И в принципе почти всегда мы получаем то, что мы хотим Люди идут к нему с самыми разными вопросами Звонят круглые сутки Он и рад Самые острые вопросы – повышение зарплат и охрана труда Бывают случаи, что профсоюз как зубные боли в других компаниях У нас такого нет Нельзя бить, когда ты одна сторона или другая Просто ставишь в другую сторону угол и говоришь, что так будет Но это не решение Эдвинс Берзинш – самый крупный работодатель Латвии В его концерне 11 тысяч железнодорожников Средняя зарплата – 1100 евро Чтобы была возможность ее повышать, конечно, нужно наращивать грузоперевозки И здесь достаточно высокие ставки на сотрудничество с Белоруссией Вместе наши страны подготовили новое предложение для владельцев грузов Грузовой поезд «Экспресс» Минск-Рига Благодаря ему груз будет быстрее доходить до клиентов, а значит увеличатся и объемы перевозок Кстати, и профсоюзы, и железнодорожники уже сегодня думают о том, как во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет на территории Белоруссии и Латвии в 2021-м, будут доставлять болельщиков на матче Расписание, билеты, но самый больной вопрос – визы Железнодорожники двух стран надеются – к 2021 году безвизовый режим заработает не только в аэропортах, но и на железной дороге Проект государственной важности В этом офисе в центре Риги латыши разрабатывают ID-карту и биометрический паспорт для белорусов Вам не надо будет ничего с собой приносить, кроме прийти со мной Сейчас надо камеру чуть-чуть выше поднять И система автоматически определяет центр глаз Фотография, имя, фамилия, дата и месторождение – без этой информации, как и раньше, никуда А вот из нового в биометрическом паспорте укажут цвет глаз, рост и отпечатки пальцев Прикладываете левый палец сюда, где светятся лампочки Сейчас просканировали два ваших пальчика, которые потом будут записаны на паспорт и сохранены также в биометрическом базе данных Следующий шаг – сканирование рукописной подписи Вот специальный планшет, специальная ручка, и на этой поверхности надо подписаться В этой компании паспорта уже сделали для граждан более чем 50 стран Но, несмотря на 12-летний опыт, латыши не скрывают – Беларусь заказчик требовательный Вот, например, фотографию на поликарбонате заказали цветную Это один из новых трендов в мире сейчас идет именно в этом направлении А для чего это? Что это дает? Это дает дополнительную безопасность, на самом деле Веса не будет? Он слишком часто меняется, поэтому даже чаще, чем подпись К созданию паспорта латыши подходят еще и творчески Вот тоже их заказ – паспорт гражданина Ирландии Здесь на каждой странице есть ноты И если взять этот паспорт и как нотную тетрадь его пролистать, то можно проиграть гимн Ирландии Дорогий паспорт, новый, который вы нам помогаете делать Тяжело будет подделать? Тяжело Крайне тяжело подделать Так будет выглядеть биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь Он нужен прежде всего для поездок за границу А это ID-карта С 14 лет она будет обязательна для всех беларусов Срок действия – 10 лет Карта из поликарбоната, гибридная, с контактным и бесконтактным чипами Но зачем нам два документа? И ID-карта, и биометрический паспорт? Латыши поясняют, такая система действует во многих странах, в том числе в Евросоюзе А как известно, единые правила сближают В перспективе это может открыть возможность, допустим, безвизового режима с определенными странами Мы надеемся, что это будет с Евросоюзом 8 минут, и мой биометрический паспорт готов И, в общем-то, все, получаем паспорт, свежая краска, должна немножко подсохнуть Тепленький С пыложаром ID-карты и биометрические паспорта начнут выдавать беларусам уже в следующем году Латыши обещают – сделают все в срок и качественно Ведь привыкли работать в команде В команде, где важен каждый Да, признаются они, порой и устаешь, и даже на море злишься Когда все вокруг отдыхают, когда для остальных море – это отпускной сезон, а для тебя – повседневность Но уже через несколько минут они словно отдергивают себя и понимают, как же повезло родиться на море А в отпуск можно и в белорусский санаторий съездить И вообще, когда любишь свою работу, нетрудно А море, которое всегда рядом, помогает И, конечно, попутный ветер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова